Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, давайте попробуем как-то вот понять, что происходит и выработать некие такие рекомендации уже вам для того, чтобы вы могли сами как-то что-то делать в своей жизни, чтобы вы могли сами как-то что-то решать. Смотрите, пока вот мои впечатления от вашего текста они такие, что у вас есть некие причины, по которым вы ссоритесь со своим парнем, причем причины как бы не очень понятные, то есть из-за чего вы ссоритесь вообще, как бы почему вы ссоритесь, да, и так далее, это вот непонятно. Из-за чего, то есть, из-за чего вы ссоритесь, вот. Значит, тут нужно подумать, обязательно. Тут нужно обязательно разобраться, из-за чего, почему так происходит, из-за чего вы ссоритесь, что заставляет вас ссориться, да, и так далее. То есть тут вот нужно как-то посмотреть, посмотреть, что именно приводит, значит, к этим ссорам, вот. И как вам, соответственно, как вы себя видите в этой вот ситуации, да, в целом. То есть из-за чего вы конкретно ссоритесь. Ну, в данном вот случае, в данном моменте, в данном аспекте, да, и так далее. Ну вот. Из-за чего конкретно вы, вот просто конкретно вы, да, из-за чего ссоритесь. Вот. Это, соответственно, будет первый момент. Значит, второй момент. Второй момент заключается в том, на мой взгляд, что вы перекладываете ответственность на парня. То есть вот он, этот парень, ответственен за то, что происходит в вашей семье, как это видится мне, по крайней мере. То есть мужчина, он, все-таки мужчина ваш, понимаете? Он не ваш папа, да, он там, не ваша поддержка, да. Хотя он, конечно, должен поддерживать, он может поддержать. Безусловно, он может поддержать. И как бы безусловно, он может и должен был бы поддержать вас. Это понятно. Вот. Но тонкость вся в том, что каждый, каждый поддерживает так, как умеет. То есть не так, как вот, например, хотелось бы вам, а так, как умеет. А вы перекладываете ответственность на него. То есть вы с братом поссорились, почему-то у вас отношения с братом почему-то уже, например, негативные, да? Ну, допустим, допустим. А вот. А виноват, допустим, или отвечает за это ваш парень. Это вот на самом деле неправильно. То есть нужно четко разграничить ответственность свою и парню. Парень может, как может, так вас поддерживает. Соответственно, не может, да, или там как-то у него там это по-другому происходит, по-другому у него получается, например, да? Если не может. Он вас не поддерживал. Но требовать от него одного, чтобы он поддерживал вас, как хочется вам, это означает на человека, опять же, давить. Вот. И, соответственно, если вы на человека давить не хотите, то лучше вам не требовать от него того, что, значит, он вам дать не может. Далее. Без него вам тяжело, пишите вы. Вы не говорите, что любите его сами, но говорите, что без него вам тяжело и что, в общем-то, без него вы плачете, что без него вам тяжело и так далее, и так далее, и так далее. Я рекомендую вам подумать. Да, он первый для вас, да, это понятно, что вы занимались любовью с ним и так далее, это тоже все понятно. Но, несмотря на то, что вот ситуация такая, почему вы так сильно от него зависите? Ну, вот настолько сильно, да, как бы, что вам тяжело без него, что вы плачете, что вы прям вот не можете, да, не можете и так далее. Значит, в чём зависимость, почему зависимость, как бы, у вас, рекомендую об этом подумать, рекомендую об этом подумать. Потому что это очень важный момент. Значит, тут может быть ваш страх остаться, например, одной из-за того, что в семье могут быть какие-то проблемы, да, вот что-то такое может происходить, да, у вас. Тут может быть и другая вещь, например, значит, ну, например, то, что, допустим, не уверены в себе, допустим. Или ревных, ну, что, в принципе, одно и то же. То есть, тут нужно вот эти все вещи, вот эти все вещи нужно как следует проанализировать. Знаете, что заставляет вас, например, ну, грубо говоря, допустим, держаться за мужчину своего. Это нужно, этим нужно разобраться обязательно. Дальше. Смотрите, какая получается вещь. Вы поругались из-за того, что он пошел там, значит, ну, он пошел в свои одноклассники. Вы здесь как бы, ну, в некоторой степени наезжаете на него. То есть, говорите, почему он вот в любой другой день не пошел, а именно в этот. Но ведь день рождения та одноклассница была в этот день. Поэтому он и пошел в этот день. А про другом. Почему вам? Почему вот это тогда дело? Он же вас поддержал. Тем более, что вы помирились с ним, ну, как вот вы, как вы говорите, вы помирились. То есть, причин для того, чтобы переживать, по идее, нет. По идее, не должно быть. Да? Вот. Но все равно вы, все равно вам обидно. Здесь вот явно идет некое слияние, некие такие процессы проекции. Да? То есть, вы, значит, на него, на мужчину проецируете свои какие-то вот переживания. Ну, значит, он говорит, что мне надо менять свой характер. В чем именно? Ага, конкретно. То есть, тут вот, если мужчина говорит вам менять свой характер, это означает, как минимум, что он вас не принимает или отказывается принимать. Ну, там, полностью, значит, не полностью, да, это не столь важно сейчас. Ладно, что он говорит, что, ну, да, менять характер вам свой. Вот. Важно ли это? Да, конечно, важно. Что ему не нравится конкретно? Что ему причиняет вред, может быть, вот, как он это видит? Ну, надо подумать. Подумать и для себя обязательно этот момент выявить. Потому что, ну, если ситуация не будет изменена, то я думаю, что у вас с вашим молодым человеком будет, ну, на самом деле не такое уж, значит, безоблачное будущее. Вот. А вы же хотите с ним все-таки отношения продолжать, да? Вот. То есть, тут надо подумать. Как вы могли бы измениться без ущерба для себя? В чем именно? В чем могли бы, в чем не могли бы, да? Вот. И так далее. Важно ли это? Конечно, важно. Важно ли это для мужчины, например? Конечно. 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 Конечно, это важно для мужчин. Естественно. По-другому и быть не мой. Вот. Он видит, что вы стараетесь. Он видит, что вы что-то делаете. Он видит, что, ну, что вы меняетесь. Он видит, что вы как-то работаете над собой. Да? И как бы это даст вам хорошую основу для отношений. Это даст вам хороший стимул для, скажем так, образования нового взаимоотношения с ними. Дальше. Во многом случае мы ревнуем друг друга. Ну, знаете как, мы ревнуем, это очень обобщенно звучит. То есть, мне интересно, не почему вы ревнуете друг друга оба, да? А почему именно вы ревнуете мужчину? То, что он ревнует, это его проблема. Почему ревнуете вы? Из-за чего вы ревнуете? Как бы, вот стремитесь к тому, старайтесь стремиться к тому, чтобы все-таки немного, немного более, более зрелую позицию стараться заниматься по данному вопросу. И не скатываться во взаимные обвинения друг другу. Во время ссоры мы заблокировываем друг друга в WhatsApp. Номер в ссорный список. Меняем пароль в ВК Интеграм. Ну, это такой юнический максимализм. Я очень боюсь расстаться. Поскольку, когда я с ним не общаюсь, мне очень тяжело, и я все время плачу. Нет. Знаете, вы неправильно формулируете, неправильно даете формулировку. Вы очень боитесь расстаться, и поэтому вам очень тяжело, когда вы не общаетесь с ним. Вот. Очень тяжело, когда вы не общаетесь с ним. И вы все время плачете. А не поскольку. У вас здесь перепутаны причины и следствия. Ну, к сожалению. Вот. Я тут по-другому немножко работаю. А почему боитесь расстаться-то? Собственно говоря, из-за чего боитесь расстаться? Мы с вами эту тему немножко затрагивали. Почему боитесь, чем это для вас может обернуться? Да? Чем это для вас грозит? И так далее. Вот. Подумайте об этом. Дальше. Мы в очень близких отношениях занимались любовью. Так. Ну, занимались любовью, это понятно. Но очень близкие отношения и любовь, то есть очень близкие отношения и секс, лучше так сказать. Но вот я не уверен, что наличие у вас в отношениях половой жизни можно назвать близостью. Вот. Я в этом не уверен. Никак. То есть я могу допустить, что вы, что он вас любит, что вы можете испытывать к нему тоже что-то вроде любви, хотя, заметьте, вы не сказали ничего об этом. Ну, по этому поводу вы ничего не сказали. Что любите вы его, не любите вы его. И так далее. Вот. Но близость это все-таки доверие. А с доверием у вас пока что и не пахнет, потому что есть ревность. Там, где ревность, там, соответственно, все, там, соответственно, страх, а там без страха, там недоверие, потому что доверять ему нет только тот, кто в безопасности находит. Вот. Он даже со своими друзьями перестал гулять, я ему не допрещал, а гулять с парнями. Ну, хорошо. Правда, это не очень здорово для него, что он перестал гулять с парнями, потому что все-таки, ну, определенная социальная жизнь, она все же должна быть. И, как бы, если он, например, перестал гулять с парнями, то, соответственно, либо он больше ожидает чего-то от вас, например, ну, вот, то, что вы должны меняться по его мнению, либо он это делает не по своей воле, то есть, ну, то есть, не по своей воле он меняется, не по своей воле он перестал общаться с друзьями, да, не по своей воле он это перестал делать, а что-то его заставило. Ну, вот, и, соответственно, он испытывает или может испытывать из-за этого, ну, негативные какие-то чувства. Например, несвободу, ну, например, ощущение несвободы и так далее. Однажды я поссорился с братом, потому что он узнал про наши отношения. Он даже из-за этого меня побил. Почему поссорились с братом? Почему он вас побил? Что это за отношения такие, в которых брат бьет свою сестру, ну, это ладно. Это ладно, это можно понять, да, но как бы не очень можно понять, а то почему, как бы, ну, что плохого-то в том, что вы в отношениях, ну, у вас отношения, что вам восемнадцать, как бы, почему нет? Нравится, что? Если он о вас заботится, так, то непонятно тогда, почему побил вас, если он именно заботится о вас. Если он, ну, например, не заботится и побил вас, почему вы к парню обратились, а не к родителям? Какая у вас вообще тогда жизненная ситуация, вот, ну, что вот, вас брат так вот бьет активно, да, за взрослую жизнь, как бы. То есть, вот, не очень, не очень здесь понятно, не очень ясна суть. Дальше, значит, я позвонила ему и плакал, ну, то есть, своему парню позвонили и плакал. Он сидел, меня учащал, говорил, что все пройдет. Через часа два он сказал, что пойдет с пацанами поздравить одноклассницу с днем рождения. Он любил ее с первого класса по девятую, но уже прошло пять лет. Все равно меня это взбесило. Почему? Взбесило. Он посидел, он сидел, вас вот такая вот, утешался, утешал. Знаете, такое ощущение, что вы не разграничиваете, то есть, вот нет границ. Вы считаете, что он должен быть там с вами постоянно, да, вы считаете, что он должен просто вот все время быть с вами. Вот, и если вам плохо, то, значит, просто вот себе вообще все запрещать. Ничего себе не позволять. И это при том, это при том, что мужчина, значит, как бы добровольно отказался от того, чтобы гулять с другими, ну, гулять с друзьями. То есть, как бы, вот вы не оценили это, видите. Значит, дальше. А почему он не выходил с пацанами простые дни, а сейчас захотелось? Потому что день рождения у одноклассницы. Вот. Мне было трудно в этот день, поскольку мне была нужна его поддержка. Нет. Не так. Вам было трудно, и поэтому вам была нужна ему поддержка, а не поскольку. Знаете, в чем дело? У вас установка, что он вам должен. У вас установка, что он вам обязан. Как бы. Вот. Он вам, он обязан, там, ну, вот, поддерживать вас. И это при том, что он вас действительно поддерживал. Далее. Значит. А он? А что он? А вы? Почему он? Потому что вот перебрасывание идет ответственности. То есть, проблема у вас, а вы на него эти проблемы перевешиваете. Что от его, от того, что он вас утешит, как бы, у вас с братом отношения лучше станут? Нет. Вместо того, чтобы переживать из-за поведения молодого человека, вы могли бы обратиться, например, к брату, поговорить бы с ним, выяснить отношения. С родителями бы поговорить, ну, со своими родителями поговорили бы, выяснили бы тот же момент, почему так, как бы, вот, что за дела, да, там, брат меня побил и так далее. Как бы, вот, решить вопрос. То есть, реально, взять и что-то сделать. Реально, взять и что-то припринять. Вы ничего не сделали, ничего не приприняли, вы от этого просто ожидаете, значит, того, что мужчина будет вас поддерживать. Ну, это вот такая позиция, понимаете, такая, не самая лучшая позиция. Именно для отношений не самая лучшая. Значит, потом помирились. А, как помирились-то? То есть, помирились-то как по-вашему? То есть, к чему-то пришли, что-то решили для себя? Какие-то выводы сделали? Проанализировали, то есть, он что-то проанализировал, вам рассказал. Вы что-то проанализировали, до него донесли, обговорили это. Когда пришли к консенсусу и выработали дальнейшую стратегию поведения. Как мы помирились? Как этот процесс происходит у вас? Чем этот процесс отличается, я не знаю, от обычного взаимоотношения между вами? То есть, вот был конфликт. Был конфликт. Вы помирились. И что произошло? Вы просили прощения, осознали, что неправы, ну, там, кто-то из вас был неправ. Или что? Вы поняли его, приняли его? Нет? Получается, что нет? Потому что, когда подруга, да, или точнее, одноклассница выложила фотографии, да, вот как вы пишите. После этого она выкладывает фото в Инстаграм, где написала, спасибо одноклассникам, что поздравили и за торт, который испачкал мое лицо. И в скобки написала имя моего парня. Он вместо того, чтобы подъехать, подъехал от меня и веселился. Как бы, в чем вопрос ваш? Вы уже знали, когда ругались, да, ну вот до того, как помирились, вы уже знали, что парень идет поздравлять одноклассницу? Вы уже это знали? Вы ожидали, что он будет на этом дне рождения, ну, я не знаю, там, может быть, грустным каким-то, подавленным? Или что? Как бы, чего вы ожидали-то? От, ну, от мужчины? Какого поведения вы от него хотели? Почему у вас обида возникла? Как это, ну, вот это я имею в виду, как то, что вы помирились, значит, вроде как, ну, по идее, поняли, да, что вот, ну, мужчина, он, там, был у подруги, да, и как бы она, в общем, там был праздник небольшой, и, в общем, там между ними, между ними. И там было, в общем, как бы весело, вот. Почему? Почему вы, приняв этот факт, да, значит, вновь об этом, ну, как бы, сказать, заговорили, вновь об этом подняли, подняли, как бы, эту тему опять. Чем продиктованы ваши ожидания? Вот, конкретно. Постарайтесь прямо вот ответить себе на этот вопрос. Чем продиктованы ваши ожидания? На каких желаниях они основаны? А где именно? Так что, есть, чего вам хочется? Именно вам, именно вам Самой что хочется? И как вы можете это получить? Понимаете? То есть, еще раз. Ответственность личная за свою собственную жизнь. жизнь. Парень – ваш партнер. Не палочка-воручалочка, не спаситель. Понимаете? Если вы будете видеть его как спасителя и воспринимать себя как жертву, то ваше отношение быстро закончится. Потому что он не будет вас уважать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.